Здравствуйте! В эфире программа «Под защитой закона». 30 января в прокуратуре Республики Крым прошло заседание коллегии надзорного ведомства, на котором традиционно подвели итоги за прошлый год и наметили планы на год текущий. В заседании приняли участие кроме крымских прокуроров, представители всех ветвей власти Республики и заместитель генерального прокурора России. А сейчас мы находимся в кабинете прокурора Республики Крым и о том, что происходило на коллегии, мы узнаем из первых уст у хозяина кабинета Олега Камшилова. Здравствуйте, Олег Анатольевич! Добрый день, Дмитрий! Вы выступали на коллегии с обширным отчетом по разным сферам деятельности. Скажите, пожалуйста, за прошлый год какие направления вы считаете успешными в работе Крымской прокуратуры, а в каких еще стоит серьезно поработать? Ну, прежде всего хотел бы телезрителям напомнить, что органы прокуратуры шли на взор за исполнением федерального законодательства в рамках своих полномочий шли на взор практически за всеми сферами общественной и экономической жизни. Поэтому трудно выделить какую-то одну или несколько, но хотел бы сказать, что в рамках своей надзорной деятельности прокурор всегда сталкивается с необходимостью выбора приоритетов. В 2018 году прошедшем приоритетными мы для себя выбирали такие направления, как надзор за исполнение в сфере здравоохранения, прав слабозащищенных категорий граждан, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных правоотношений, собственности, землепользования, градостроительства. Что касается результатов работы по этим направлениям деятельности, то наиболее эффективно прокуроры сработали в сфере надзора за исполнение жилищно-коммунального хозяйства. Системная работа позволила вскрыть многочисленные нарушения в деятельности как организации, которые осуществляют деятельность в этой сфере, так и исполнение законодательства органами власти и местного самоправления в этой части. Мерами прокурорского реагирования устранено значительное количество нарушений в данной сфере. Удалось вскрыть факты хищения многочисленных, более 50 уголовных дел по материалам прокурорских проверок было возбуждено. В рамках надзора за осуществление законодательства при установлении тарифов вскрыты нарушения на сумму 27 миллионов рублей, и по требованию прокурора эти тарифы были пересмотрены. Более того, прокуроры в рамках своих полномочий требовали от организации выполнения запланирования мероприятий в рамках производственных и инвестиционных программ. На сумму более 50 миллионов рублей выполнены по требованию прокурора эти мероприятия. Ну и в целом надзор в этой сфере был активизирован. Надеюсь, что наши жители, граждане, почувствовали это. Что касается сферы социальных прав, то выделил бы такое направление, как надзор за исполнением законодательства в сфере здравоохранения. Этот вопрос был рассмотрен во втором полугодии 2018 года на коллегии, расширенное заседание коллегии прокуратуры республики Крым. И, собственно говоря, там составился действительно нормальный деловой разговор с органами исполнительной власти, министр здравоохранения присутствовал, принимал участие в работе коллегии. В данной сфере, наверное, самая большая проблема — это недостаток кадров в системе здравоохранения, на что было обращено, в общем-то, внимание. И время ожидания, скажем так, граждан, прежде чем попасть к специалистам, узким специалистам, прежде всего, особенно в отдаленных районах и городах республики. Ну, ряд других проблем, которые связаны с организацией целом работы, в сфере здравоохранения были обсуждены. Ну, вот эти, наверное, наиболее существенные. Ну, и, наверное, во втором половине 2018 года на повестку дня так остро вышел вопрос, связанный с привлечением средств граждан в сфере строительства, жилищного строительства, именно строительства многоквартирных домов. Действительно, эта тема коснулась особенно ряда отдельных городов республики. По результатам прокурорских проверок ряд уголовных дел возбуждено. На сегодняшний день расследуется 13 уголовных дел в этой сфере. Ряд застройщиков находится под стражей. Поэтому эта работа будет продолжена. Ну, и, собственно говоря, задача защитить права граждан, которые вложились в средства строительства домов. Средства эти привлекались, причем в значительном объеме, с нарушением требований законодательства. Ну, говоря о громких уголовных делах, в основном на ЮБК, у нас наибольшее количество таких проблемных долгостроев. Скажите, пожалуйста, а вот какую работу прокуратура ведет в плане не просто защиты интересов и наказания виновных, но и, скажем так, возмещения ущерба, который был нанесен тем самым дольщикам обманутым? Ну, наверное, здесь немножко понятия, немножко нужно скорректировать. Дольщики в нормальном, в привычном понимании, это граждане, которые вкладывают средства в строительство домов, которые строятся по законодательству о далевом строительстве. Это 214-й федеральный закон. Ни один дом, о котором мы говорим на ЮБК, не строился в соблюдении требований этого законодательства. То есть это граждане в частном порядке вкладывали свои средства в строительство домов под видом многоквартирных, которые строились на земельных участках, как правило, либо предоставленных под индивидуальное жилищное строительство, либо вообще без правоустанавливающих документов на земельные участки. Граждане, конечно, свои средства вкладывали на свой страх и риск, абсолютно не были защищены законом. У нас, собственно говоря, закон и принимался о далевом строительстве для того, чтобы защитить право дольщика. В данном случае этот закон не применяется. Мы говорим о абсолютно мошеннических схемах, которые состоят в том, что граждане вводили в заблуждение относительно наличия прав на строительство многоквартирных домов. Все это сопровождалось обширенной рекламой и, поверив лицам, которые на этом рынке были представлены, вкладывали средства, надеявшись на обещания. Так можно ли помочь этим людям, которые поверили? Сейчас индивидуально по каждому дому органы исполнительной власти, сам лично глава этим занимается, он давал соответствующие поручения, прорабатывается вопрос, что делать с этими домами, каким образом поступить с ними. Буквально вчера был обнародован список вот этих объектов, в которые крайне нежелательно вкладывать свои средства гражданам. Поэтому индивидуально в каждом случае будем смотреть. Причем смотреть будем с точки зрения незаконно. То есть, если есть такая возможность, то, наверное, будет введено. Если не будет возможности, то объекты будут, конечно, в устойном порядке снесены. Вы упомянули традиционные проблемные сферы, это ЖКХ и здравоохранение. Но можно сказать, что медленно, но верно, ЖКХ у нас немножко меняется, здравоохранение тем более. А вот что касается вопросов оплаты труда и задолженности по зарплате. Каждый год мы слышим о том, что прокуроры помогли вернуть через суд, как правило, ну чуть ли не сотни миллионов рублей задолженности. Меняется с вашей точки зрения ситуация или может быть она становится хуже? Ну, скорее всего, она остается стабильной. В этой сфере подтвержу это определенными цифрами. Ну, во-первых, скорректирует, что по требованиям прокуроров возмещено больше 250 миллионов рублей, из них только в судебном порядке 40 миллионов. Соответственно, как правило, достаточно представления прокурора и привлечения руководителя к административной ответственности, чтобы он скорректировал свою деятельность и выплатил задолженность по заработной плате. То есть на сегодняшний день задолженность составляет порядка 80 миллионов рублей. А в целом, в поле зрения прокуроров попало больше 80 предприятий и 8 тысяч работников, которым были выплачены средства, заработанные по требованиям прокуроров. Поэтому эта работа, она постоянная, то есть одна задолженность гасится, другая возникает. Причина, на мой взгляд, абсолютно экономическая, то есть нехватка оборотных средств предприятия фактически приводит к тому, что работодатели фактически, скажем так, кредитуются у своих работников путем задержки выплаты зарплаты. И средства можно перелечь путем взять кредит в банке или иным образом профинансировать. Нет, вместо того, чтобы это делать, занимают у своих работников. Но прокуроры, вместе с тем, когда вносят меры реагирования, они требуют не просто выплатить зарплату, а выплатить зарплату с процентом за просрочку. Это законно предусмотрено. Поэтому, в принципе, никто не остается в накладе, но это ненормально, когда гражданин вынужден куда-то обращаться. Как правило, предприятие либо в сложном финансовом положении, либо в околобанкротном состоянии. Ну, бывает и банкрот. Более того, если мы говорим про, скажем так, ту часть, которую приходится прокурорам вскрывать задолженность, я что имею в виду, у нас по законодательству предприятия обязаны предоставить сведения в органы статистики. Так вот, 75% предприятий, по которым прокурору установили наличие задолженности, они не показывали эти сведения в статистику. Приходилось просто из различных источников получать информацию из пенсионного фонда, из налоговых органов, анализируя деятельность предприятия, выходить туда с проверками и устанавливать такие факты. Эта работа постоянно будет продолжена. Наверное, это тот уровень, который характерен для республики. Просто в каждом субъекте сложился определенный нижний порог, который редко получается преодолеть, если действительно пытаться вскрыть все нарушения. Поэтому прокуроры идут по пути не вуалирования ситуации, не замалчивания ее, а наоборот, максимально открыто и прозрачно в этой сфере работают. В прошедшем году прокурорами более активно, чем в 2017 году, применяется такой вид ответственности, как административная ответственность работодателей за неоплату зарплаты и уголовная. Больше 20 дел, возбужденные по материалам прокурорских проверок. Как правило, после возбуждения дел выплачиваются зарплаты. Работодатели либо штрафы, как они применяются, либо иные меры ответственности в связи с тем, что, как правило, погашается задолженность. Поэтому всех работодателей хотел бы предостеречь. Не надо доводить до возбуждения уголовных дел. Зарплата должна выплачиваться, как положено по закону, вовремя. Если говорить еще о масштабных проверочных компаниях, в прошлом году было очень много чрезвычайных происшествий в России и в Крыму в том числе. И прокуроры проводили проверки, в первую очередь, мест массового пребывания людей. Скажите, учтены ли вообще итоги таких событий, как Кемеровская трагедия, Керченский расстрел и экологический инцидент в Армянске? Стало ли в этом смысле безопаснее в Крыму? Более 200 объектов прокуроры проверили с привлечением специалистов. В 58 случаях пришлось принимать меры к приостановлению деятельности. В связи с тем, что те нарушения, которые там были допущены арендаторами, собственниками этих объектов, они непосредственно угрожали жизни и здоровью граждан. Это известные факты, в том числе и в Симферополе, и в других городах республики, когда торговые центры были закрыты. Но это вынуждена мера, дабы, как вы правильно говорите, не допустить повторения трагедий, о которых известно всей стране. В 193 случаях эти нарушения были устранены по требованиям прокуроров. То есть те нарушения, которые там допущены, они были оперативно ликвидированы, устранены. И на сегодняшний день в этих объектах с точки зрения нормативных требований в них находиться безопасно. Наверное, с этой точки зрения стало в Крыму безопаснее. Просто фактически проведена была ревизия всех мест с массовым пребыванием людей. Что касается техногенных, экологических и других вопросов, связанных с безопасностью пребывания в тех же общеобразовательных учреждениях, то после, конечно, тех событий, которые произошли, была огромная работа проделана по всем направлениям. Но прежде всего по направлению обеспечения безопасности тех объектов, где находятся дети, молодежь, подростки. Я вам скажу, что на сегодняшний день свыше 90% образовательных учреждений паспортизировано. И свыше 600 таких объектов, это больше 60%, принимаются приняты меры к тому, чтобы эти все требования привести к нормативным. Есть проблемы, конечно, связанные с финансированием этих мероприятий, но очень много и вопросов, связанных чисто с организационными. Вот с этим вопросом, конечно, с прокурой, прежде всего, сталкиваются и требуют от учредителей, от руководителей этих образовательных учреждений устранять те нарушения, которые не требуют каких-то глобальных финансовых средств. Эта работа будет продолжаться и дальше, и органы власти этим сильно озадачены. Но в любом случае, те события, которые неприятные произошли, они обратили внимание всех руководителей всех уровней на необходимость к этому относиться более серьезно. Если говорить о вопросах финансирования, то мы знаем, что 2018 год стал для реализации, к примеру, объектов ФЦП знаковым, да, очень много больших объектов было сдано в эксплуатацию, часть готовится быть сданными в эксплуатацию. Вот с этой точки зрения у вас работы стало больше по надзору за, скажем так, чистотой и прозрачностью расходования этих средств или, наоборот, все стало становиться постепенно лучше? Работы стало больше по двум причинам. Во-первых, объемы финансирования и количество объектов, оно только нарастает. Во-вторых, если в прошлом году, скажем так, исполнение мероприятия федеральной целовой программы с точки зрения объемов освоения средств немного перевалило за 50%, то в этом году освоено свыше 90%. Причем сумма финансирования в 2018 году была около 70 миллиардов рублей. То есть количество освоили лучше, а качественно? Что касается, ну это и есть, это одно из другого вытекает. То есть что такое освоено? Это значит, что работы выполнены, они приняты и оплачены. Если они не приняты, они не будут оплачены. Соответственно, в той части, когда они не выполнены, это, кажется, речь идет, скорее всего, во многих случаях о тех работах, которые просто сделаны были некачественными. Но работа с подрядчиками была налажена таким образом, что практически каждый объект сопровождался надзорными мероприятиями со стороны прокуратуры. В этом году мы во взаимодействии с органами исполнительной власти приняли такие меры, как объявление прокурорских предостережений. Около 20 таких предостережений было объявлено. Я вам скажу, что эффект достаточно серьезный был. Фактически вот видели, что происходило в городе Симферополе по поводу строительства и реконструкции дорог и их ремонта. Вот за каждым подрядчиком был закреплен прокурорский работник, и во взаимодействии с органами контроля исполнительной власти фактически в ручном режиме эти, скажем, работы выполнялись. И результат, он не то, что налицо, но, по крайней мере, результат есть. По крайней мере, деньги освоены и работы выполнены в большей части. На этот год, на 2019-е работы меньше не будет, она будет типа нарастающей, потому что программа продолжает корректироваться, объемы финансирования увеличиваются, количество объектов также увеличивается, то есть при том, что часть объектов значительно они переходят из года в год, ну и, соответственно, работы у прокуроров меньше не будет. Есть, конечно, есть факты, когда допускаются хищения со стороны подряд организаций. Десятки уголовных дел возбуждены в целом и около двух десятков по материалам прокурорских проверок. Это, конечно, плохо, но, скажем так... Наверное, неизбежно. Неизбежно. Это вынужденная мера, потому что если не осуществлять жесткий контроль за использованием бюджетных средств, конечно, тогда порядка не будет в этой сфере. Говоря об уголовных делах, а вот в целом криминогенная обстановка Республики Крым изменилась по сравнению с предыдущими годами? Общий уровень преступности остался почти на том же уровне с небольшим приростом, ну, такой в рамках статистической, скажем, погрешности, 3 с небольшим процентом. В структуре преступности увеличилось, к сожалению, количество тяжких, особо тяжких преступлений против личности, включая те же убийства. Отчасти это связано с недостатками в профилактической работе, с чем мы в этом году намерены, конечно, разбираться и принимать необходимые меры. Ну, а в структуре преступности самое заметное — это рост мошенничеств. К сожалению, с использованием сети интернет у нас около 3 тысяч мошенничеств. Из вообще 20 с небольшим тысяч преступлений 3 тысячи мошенничеств совершены с использованием сети интернет либо других средств связи. Просто ежедневно по нескольку эпизодов новых скрывается. Люди продолжают оплачивать непонятно откуда взявшимся продавцам или покупателям какие-то предоплаты, потом, не получив должное, идут с заявлением в полицию. Я хотел предостеречь гражданам, что покупки через интернет, через вот эти различные сайты, через сетевые приложения, они во многих случаях небезопасны с точки зрения финансов. Ну и вторая проблема — это сбыт наркотиков. Эта проблема серьезная. У нас в 2018 году в суд направлено 17 уголовных дел в отношении организованных преступных групп, которые реализовывали наркотики путем, так и известной системы закладов через интернет. Несмотря на то, что сроки, которые по результатам рассмотрения дел в суде, исчисляются десятками лет, лишения свободы, все равно продолжают выявляться все новые и новые факты. Это тоже предмет для серьезного разговора и разбора в текущем году. Сегодня мы этим всем плотно занимаемся. Эта проблема, ну, она просто очевидно тоже нарастает. Отчасти, конечно, можно это сказать, что правоохранительные органы стали больше выявлять фактов сбыта, но при этом раскрываемость этого вида преступления, оставляя желать лучшего. Ну, остальные, скажем так, проблемы, связанные с преступностью в целом, они, как правило, перетекающие из года в год, они стандартные, если так можно об этом говорить. Ну, вот те тенденции, которые заметны, я их озвучил. Мы уже говорили о развитии инфраструктуры, которая обеспечивается в том числе федеральной целевой программой. А вот, как известно, Крым — регион курортный, инфраструктура важна, но и важно поддерживать те самые достопримечательности, которые и привлекают в Крым людей. Вот что касается защиты окружающей среды и объектов культурного наследия, какая работа была проведена и чем здесь можете похвастаться? Похвастаться не буду. Работа проведена серьезно, особенно в сфере экологической безопасности. Более пяти сотен несанкционированных мест размещения отходов, которые сложились в результате того, что граждане либо организации вывозят отходы своего жизнедеятельности и производства в места, которые не предусмотрены для этих, были ликвидированы по требованиям прокуроров. На сегодняшний день правовая база для осуществления нормального оборота бытовых и производственных отходов, она существует. Есть региональные операторы, они выбраны. Утверждены тарифы. Вы знаете, что на уровне государства ряд нормативных актов приняты на этот счет. По сути целая реформа. Целая реформа идет, да. И соответственно в этом направлении мы эту реформу, как вы ее назвали, будем сопровождать. Задачи нам понятны. Вот наконец-то все-таки системный подход к решению этой проблемы. Я уверен, что он даст результаты. Результаты именно, которые учатят просто граждане. Что касается объектов культурного наследия, а их сотни и сотни, даже я бы сказал тысячи, потому что Крым, он очень богат на эти объекты. Они разнообразны и по своему характеру, и состоянию, и даже степени изучения. Есть объекты, к изучению которых еще даже не приступили. Но они должны быть также учтены, и с ними должна проводиться определенная работа. Что касается известных достопримечательностей, которые привлекают красотуристов, ну прежде всего это памятники федерального значения, то конечно им уделяется серьезное внимание. В связи с тем, что эта работа требует действительно серьезного подхода, а не, скажем так, мимолетом, что называется. Мы в 2019 году специально запланировали большую масштабную проверку с выходом на рассмотрение на расширение заседаний коллегии. Поэтому, если вас этот вопрос будет интересовать в дальнейшем, по результатам проверки можно будет встретиться и обсудить. Ну и в завершение хочу вас спросить. На коллегии заявили о том, что были разработаны приоритетные направления работы в этом году, и были даже даны какие-то особые поручения по проведению надзорных и координационных мероприятий. Так вот, что это за особые поручения? Поделитесь с нами. У нас есть тематическое такое планирование. Во-первых, мы при выборе приоритетов своих и выборе мероприятий, которые мы планируем включить, вернее, включили в план уже работы, они уже все утверждены, исходили из, скажем, степени важности. В этом полугодии, вот мы коснулись вопросов борьбы с преступностью, наверное, более глубоко все-таки проанализируем совместно с нашими коллегами из других правоохранительных органов причины, которые, скажем так, способствуют распространению того или или иного вида преступлений. Требует, скажем, отдельной проработки вопрос роста преступлений, связанных с преступлением против личности, включая убийство, причине тяжких стрессных повреждений. И мы для себя запланировали проанализировать, скажем, преступность примитивно к районам, городам, республике. То есть, чтобы у нас было точное понимание, в каких районах и по какой причине преобладают те или иные виды преступлений. То есть, такой вот комплексный подход, это наша почти внутренняя кухня вместе с правоохранителями. В рамках координационной деятельности мы совместно проведем анализ, причем мы его уже практически завершаем. И после проведения этого анализа мы будем и сами, и прокурорам районного городского уровня ориентировать на устранение тех причин, которые вызывают тот или иной вид преступлений. Что касается надзора за исполнением федерального законодательства, то здесь настолько много у нас мероприятий, как обычно. Вот я бы хотел, чтобы я их не анонсировал, а вот по итогам, допустим, полугодия мы бы вернулись к этому разговору. Я бы сказал, что получилось, что нет. Договорились. Спасибо вам за откровенные ответы. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. Это была программа «Под защитой закона. Все о работе Крымской прокуратуры». Смотрите нас в эфире Первого Крымского и Крыма-24. Живите по закону. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Крымского и Крымского и Крымского и Крыма-24.